Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о 26 главе книги «Езекииля». Весь этот раздел, вся эта часть книги, начиная с 25 и еще несколько глав дальше, посвящены пророчествам о судьбах окрестных народов. И если в предыдущей главе мы видели кратенькие, в несколько строчек, слова о сразу четырех народах, то 26 и следующая, 27 главы, посвящены речам «Езекииля» о городе Тире. Городе, который издревле был связан самыми разными связями с иудеей. И чаще взаимоотношения иудеи с Тиром были, если не союзническими, то очень и очень дружественными. И тирские цари нередко дорожили такими союзническими, дружескими отношениями с царями Иерусалима, еще начиная со времен царя Соломона. Это действительно вот было такое государство, отношения с которым были для Иерусалима, для иудеи очень и очень важными и выгодными. Город Тир представлял собой очень укрепленный город на восточном побережье Средиземного моря. Здесь добывали пурпур из раковин. Но гораздо важнее было то, что циряне, жители Тира, вели исключительно обширную торговлю. Именно финикийцы из Тира научились плавать на очень большие расстояния. В сущности, это именно они стали предками карфагенин и заселили даже западные побережья. Колонии финикийцев встречались и в Северной Африке, в Карфагенской области, и в Испании. По преданию, возможно, и вполне достоверному, именно финикийцы первыми совершили путешествие вокруг Африки и приплыли на кораблях из Средиземного в Красное море и в Персидский залив, повторив маршрут, вернее, наоборот, через почти две тысячи лет, смогли только европейские мореплаватели повторить этот маршрут. Ну и, кроме того, тирские купцы путешествовали далеко на восток, и Тир стал таким центром торговли, куда стекались самые разные товары. На самом деле, основным торговцам Тира не надо было никуда ездить или плавать, а надо было покупать и перепродавать те товары, которые привозили в Тир. Вот такой вот крупнейший торгово-логистический центр практически, можно сказать, всего Древнего мира, не только Восточного Средиземноморья. Кроме того, в силу природных условий, в которых построен город, его очень трудно взять, лишь только путем очень длительной блокады можно было надеяться измором взять город Тир. Но и то он оставался открытым с моря, поэтому тиряне чувствовали себя, ну, более или менее в безопасности от военных нападений. И вот по отношению к этим людям, к жителям Тира, Господь говорит Эзекиилю, «Сын Человеческий за то, что Тир говорит об Иерусалиме, он сокрушен врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. За это вот я на тебя, Тир». Таким образом, жители Тира говорят, «Ага, вот этот Иерусалим сокрушен, и поэтому мы можем поживиться за его счет, наполнюсь, ибо он сокрушен». Речь, собственно, идет о том, что, воспользовавшись разорением и беззащитности Иерусалима, Тириане, по-видимому, решили крупно нажиться за счет Иудеи. И за это, говорит Господь, «Вот я на тебя, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Вот это, казалось бы, такое обычное, такое понятное желание наживаться за счет беззащитного, за счет того, кто не может постоять за себя, за счет того, кто бесконечно нуждается. Я помню, когда несколько раз в начале нулевых годов в Москве происходили теракты в метро, или несчастные случаи, тоже. И людям ничего не оставалось, кроме как воспользоваться наземным транспортом. В считанные часы цены на такси взлетали в десятки раз. Ну, может, не в десятки, но в десять. Вот, собственно, пример ясный, очень близкий к нам того, что пытаются сделать Тир по отношению к Иерусалиму. И как тогда с этими ценами на такси, так и здесь с Тиром. Это та же подлость, которая подлость, и ничего больше. Вот. Неприятно такие примеры, конечно, видеть, но не надо думать, что это все прошло две с половиной тысячи лет назад и не имеет отношения к жизни. И вот Господь говорит, «Я приведу против Тира Новохудоносора, царя Вавилонского, царя царей, с камнями и колесницами, и народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». И так Господь говорит Тиру о том, что не останется безнаказанным его подлое желание поживиться за счет страдающего. «И сделают тебя голую скалою, и от шумопадения твоего содрогнутся острова». Вот каким бы ни был Тир сильным, защищенным и так далее, и каким бы важным торговым центром он ни был, «Содрогнутся острова от шумопадения твоего, как погиб ты город знаменитый». Господь говорит, «Не изведу тебя к древним, помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, сошедшими в могилу, чтобы ты не был более населен». Вот, собственно говоря, результат того, как ведут себя жители Тира. Но, может быть, для читателя гораздо важнее то, как Бог относится к вот такой человеческой подлости. Субтитры создавал DimaTorzok